Привет друзья! Сегодня поговорим о ноутбуке от Xiaomi, купленном мной на Алиэкспресс. Обзор на него я уже делал, а сегодня будет некий отзыв о нем и немного расскажу о нюансах его покупки. Это уже второй Xiaomi Mi Notebook Pro в моей семье. Когда встал вопрос о приобретении второго ноутбука, без раздумий выбор пал точно на такой же, потому что первый зарекомендовал себя просто великолепно. Легкий, компактный, хоть и 15 дюймов, мощностей хватает для повседневных задач более чем за глаза. И посерфить по интернету, и посмотреть видосы, даже монтаж своих видео я на нем делаю без проблем. Ну и конечно же в игрушки можно поиграть. Не всегда на ультрах, но на средних точно. В общем ноутбук заслуживает внимания. Брал я его 11.11, но на этот ноутбук не было никаких скидок. Но и без них он стоил всего 800 долларов. Корпус алюминиевый, без люфтов и скрипов. Есть все необходимые современному человеку интерфейсы. Два порта USB Type-C, один из которых с поддержкой Power Delivery. Встроенный слот для карт памяти. Есть два порта USB 3.0. Джек 3.5 для подключения гарнитуры. И порт HDMI. Клавиши мягкие, с приятным щелчком при нажатии. Тачпад большой. Поддерживает множество жестов для быстрого доступа к функциям управления. Также тачпад имеет встроенный сканер отпечатка пальцев, для предотвращения несанкционированного доступа к вашим личным данным. Клавиатура имеет подсветку, которая просто нереально выручает при работе в темноте. Или при недостаточной освещенности. Цвет и яркость ее, к сожалению, не меняются. В общем, эргономика тут на высоте. Работать приятно, комфортно и легко. Удовольствие дарит не только удачное расположение кнопок и тачпада, но и тактильные ощущения. Алюминий корпуса матовый, шлифованный. Дарит ощущение, что это не разборный корпус, а целый слиток алюминия. Кнопки клавиатуры не люфтят, не дребезжат и не издают никаких посторонних звуков. Вот вроде все это мелочи, но какое они дарят удовольствие от работы. Крышка ноутбука открывается одной рукой. Она не имеет какого-либо механизма удерживания, а удерживается магнитами, встроенными в нижней части корпуса. Для удобства открывания на корпусе есть специальный вырез для пальцев. И больше ничего. Все практично, строго, лаконично. Ноутбук достаточно большой, чтобы комфортно работать на нем, как на стационарном компьютере. И в то же время достаточно компактный, чтобы работать на нем в дороге или просто развалившись на диване. Встроенного аккумулятора хватает от 6 до 8 часов автономной работы, что при таких габаритах просто великолепно. Экран тут с разрешением Full HD 1920x1080 пикселей. Матрица выполнена по технологии IPS, как на многих современных смартфонах. Цветность и контрастность просто шикарные. Никакая камера этого не передаст. И как мы знаем, IPS экраны имеют потрясные углы обзора. Так и есть. На экран можно смотреть под любым углом. Но искажений и инверсий цветов нет и не будет. При долгой работе на свету или в полной темноте, благодаря качественному экрану и хорошей подсветке клавиш, глаза не устают и голова не болит. По железу тут все хорошо. Процессор Intel Core i5-8250U. Каби-лейк 8-й генерации. 8-ми ядерный с тактовой частотой до 3,4 ГГц. Кстати, этот ноутбук есть и в других более мощных модификациях. На процессорах Intel i7. Ссылки на них оставлю для вас под видео в описании. Жесткий диск тут от Samsung на 256 ГБ. А его скорость выше всех похвал. И составляет на чтении 3,5 ГБ в секунду и 1,7 ГБ на запись. Именно ГБ, а не ГБ. А это просто потрясные скорости. Ну, к примеру, Windows 10 грузится за 10 секунд с момента нажатия кнопки питания до полной загрузки системы. Оперативной памяти тут 8 ГБ, чего также более чем достаточно для повседневных задач. На практике, даже при монтаже тяжелых видео, более чем на 6 ГБ память у меня так и не получалось забить. Видеоускорителей тут два. Первый встроен в процессор HD Graphics 620, а второй дискретный NVIDIA GeForce MX150 с 2 ГБ памяти. И как я уже говорил, его хватает для большинства современных игр. На настройках, конечно же, не выше среднего, что в принципе более чем достаточно. Особенно учитывая тот факт, что ноутбук более рабочий, чем игровой. Покупал я ноутбук на Алиэкспрессе в магазине Xiaomi GShopper Store. Этот ноутбук тут купили 712 раз. Да и вообще по Алиэкспрессу именно этот продавец продал больше всего ноутбуков Xiaomi. Это самый популярный продавец. Да и цена у него зачастую самая низкая. Как я понял, продавец не держит ноутбуки на складе, а покупает где-то. После вашей оплаты. Отсюда много жалоб в отзывах, что продавец долго отсылает посылку. Может даже через 2 недели после заказа только отправить. Но зато посылка идет дальше быстро. И общий срок заказа в принципе получается стандартным для заказа из Китая. К долгой отправке я был готов и сделал заказ. Оплатил заказ я 11 ноября, а отправил продавец посылку 19. То есть 9 дней я ждал. Через 8 дней посылка прибыла на территорию России. И еще через 5 посылку мне вручил курьер. В общей сложности с момента заказа прошло 3 недели. Вполне нормальные сроки. Посылка упакована в черный целлофан, под которым коробок, замотанный в пупырку. Это транспортировочная картонная коробка от производителя, которая запечатана с завода. Видимо продавец ее даже не вскрывал. Внутри транспортировочной коробки находится розничная коробка, удерживаемая крепежами из спиненного полиэтилена. Повредить такую конструкцию будет проблематично, даже специально. Так что за сохранность содержимого можно не переживать. Даже уголки коробка не помялись, все супер. И вот наконец сам виновник торжества. Тоже весь в пленке и упаковке. Ни одна китайская муха тут и близко не сидела. Я держу в руках ноутбук прямиком с производства. А это не может не радовать. В комплекте также идет инструкция на китайском, Type-C кабель питания и зарядное устройство на 60 Вт мощности. Вот она девственная холодная красота. У ноутбука есть пару нюансов, которые легко решаются. Первый это то, что клавиши не имеют русских букв. А второе это то, что тут стоит китайская Windows 10, но зато лицензионная. Что касается самой винды, то можно установить русскую версию и даже с сохранением лицензии, что немаловажно. Ссылку на пошаговую инструкцию, как все это сделать, я оставлю для вас под видео в описании. Справится с этим даже бабушка. И вот через полчаса у нас русская лицензионная Windows 10. Все просто. А также можете заметить, что появились и русские буквы. Это не наклейки, а полноценная лазерная гравировка. И благодаря этому буквы имеют полноценную ночную подсветку. Чего не было бы с наклейками. Процедура гравировки довольно быстрая. Минут 10-15 всего. По стоимости мне обошлось в 1000 рублей. Но начинаются ценники в городе от 500. Просто надо искать. Я поехал в ближайшую организацию, которая делает гравировку и сделал. Результат выше всех похвал. На первом ноутбуке пришлось немного поколхозить еще и с блоком питания. А именно, приклеить переходник на евровилку. Можно и не клеить. Но чтобы он не вываливался, лучше прихватить капелькой суперклея. В принципе, будь он изначально с евровилкой, то был бы такого же размера. Так что я ничего не потерял. Кстати, 60 Вт довольно много. И блок питания заряжает полностью посаженный ноутбук не более чем за полтора часа. Это очень круто. Также я взял себе вот такой магнитный переходник на кабель. Для того, чтобы случайно не сломать гнездо зарядки или не порвать сам провод во время зарядки. Если зацепить его, например, ногой. Также у меня есть вот такой USB Type-C хаб. Подключается в порт зарядки. И можно дополнительно подключить 3 USB устройства, HDMI устройство, сетевой кабель и карты памяти различного форм-фактора. А также у него подключается и сама зарядка. То есть по факту на ноутбуке будет занят только один единственный порт. Но подключено много устройств и зарядник. Еще я взял себе 3-х метровый качественный кабель зарядки. Иногда лежа на диване, родного кабеля не хватает по длине. А с этим никаких проблем нет. Я им даже пользовался на верхней полке купе вагона. Когда розетка 220 В была внизу. Все хватило и достало. Кабель реально хороший. Не дает просадок ни по току, ни по напряжению. Также приобрел компактную мышку Xiaomi. Ее преимуществом является размер. Она не самая удобная при длительной работе, но зато не выпирает из сумки. Также она способна работать как по специальному приемнику из комплекта, так и по Bluetooth каналу. И при работе по Bluetooth все USB порты у ноутбука свободны. Это тоже очень удобно и практично. Ну и конечно же сумка. Брал также на Алиэкспресс. Сумка выше всех похвал. Путешествовал я за 2000 километров от дома. И она выдержала все трудности и невзгоды. И самое главное сохранила ноутбук в целостности и сохранности. Через год эксплуатации могу смело ее рекомендовать к приобретению. Вот такой он Xiaomi Mi Notebook Pro. Уже второй в моей семье. За такую цену и с такими характеристиками я бы еще взял. Да незачем. Все полезные ссылки будут для вас под видео в описании. Ну а на сегодня у меня все. Посмотрите другие мои видосы. На канале их более 700. Что-нибудь интересное для себя обязательно найдете. Приятного вам просмотра. Пока-пока.